Всем привет! Нормальное вступление я не придумал, а так как это видео будет на эмоциях и я побоялся что-то забыть, не стал снимать на камеру. Всё по порядку, поехали! Сюжет в The Crew 2 состоит из нескольких частей. Такое ощущение, что взяли со всех гонок лучше и собрали в кучу. По мере прохождения обучения, знакомства с некими персонажами, открытия всех дисциплин, нужно выиграть определенное количество заездов. Становится доступна гонка с боссом, победив которого дают уникальный транспорт. Классика жанра. Есть Life Extreme. Это огромное шоу, где лучшие гонщики соревнуются в мастерстве управления всеми видами транспорта при любых условиях. Заезд может начаться в городе на автомобиле, продолжиться на озере с гоночными лодками, а завершиться в горах на мотоциклах. Это то, что показывали в красивых трейлерах. В целом на открытие всех видов гонок я потратил около 12 часов. Если у вас много свободного времени, хочется поточить в гонке расслабившись, то предлагают пройти абсолютно все то же самое еще раз с повышенной сложностью. И поверьте мне, это очень надолго и очень щекочет нервы. Что касается побочных заданий. Есть список фотографий, за которыми придется охотиться. Есть много коротких соревновательных точек, как в первой части, наподобие побега, слалома, радара. Также можно ставить рекорды в свободном режиме для друзей. Можно искать лутбоксы, которые периодически появляются на карте. Если в первой части мы искали спутники и ограниченное количество, то теперь это бесконечные ящики с деталями в случайных местах. Сильно не хватает пвп режима на данный момент, но разработчики обещали завести в ближайшем обновлении. Транспорта реально много, как и дисциплин. Но рассредоточено все неравномерно. Если для уличных гонок тачек просто завались, то боли до формулы 1 всего 2. Спрашивается, зачем тогда добавляли. И такое встречается часто, то густо, то пусто. Тюнинг есть, опять же, где-то по 20-30 бамперов, где-то вообще ничего менять нельзя, кроме дисков и винилов. Почему так сложно найти баланс? Ну или хотя бы сделать так, чтобы в глаза не бросалось. Где-то меньше, где-то больше вышло из крайности в крайность. Удивительный факт. Если зайти в топ 100 окрасок у любого транспорта, то самое большое количество загрузок у анимешного говна. Это меня настораживает. Я собирался покупать за Крю 2 еще с 2017 года, когда появился первый трейлер. Потом весной 2018 до меня добралась открытая корявая бета и все желание отбило напрочь. Но, посмотрев херовую тучу обзоров, у меня начался нервный тик. В июле была куплена игра версии Gold Edition за 3 500. Весной я делал предзаказ на Need for Speed Payback, делюкс версию, также за 3 500, только дополнительно оплачивал подписку Origin Access, чтобы получить полный доступ на 3 дня раньше всех. Кто подписан на мой инстаграм, тот видел и в курсе. Нормальная интеграция, да? К чему веду? Все как один сравнивают Крю 2 с NFS Payback. Вот и я подумал, а почему бы и нет? И сейчас, посмотрев обзоры от лидеров мнений, игровой индустрии, игромани и Стопгейм, мои взгляды резко поменялись. Я могу понять небольшие каналы, ведь негативный обзор собирает больше просмотров и вызывает эмоции. Но когда такое? 10 минут рассказывают о том, какая хреновая физика, сколько тут машин и пару слов в сравнении с NFS. При этом вставляя видеоряд игры, где даже обучение не прошли, даже все дисциплины не открыты, скорее всего. Ни слова о том, что есть тонкая настройка физики под категорию, каждый может все сделать под себя. Ни симулятор, конечно, где сотни ползунков и черт ногу сломит, но и намного шире, чем в той же Need for Speed. Ни слова о том, что достигнув 20 уровня, дается звание Легенда 1, игра только начинается. Открывается огромная ветка талантов, повышая статус, падают редкие детали, за определенный уровень дают уникальные транспортные средства. Чем больше канал, тем безответственнее и менее информативнее обзоры. Рассказывают то, что хотят услышать на ютубе, вводя в заблуждение, я бы даже сказал, обманывая адекватный народ. Так что там по игре? Вам нужно как в Forza Horizon 3 собирать количество фанатов и денег. К слову, фармиться все очень быстро, показывать как не будут, так как формат не тот. Дам только подсказку, смотрите в руководствах Стима или на том же любимом ютубе. Физика действительно говно, тут спору нет, но привыкается через 10 минут, устанавливая детали на машину, она начинает вести себя по-другому, более предсказуемо, а подкрутив настройки, совсем перестает раздражать. Хорошо сделали самолеты, но опять просто отвратительно реализовали мотоциклы, как и в первой части. Видимо движок не позволяет сделать нормально, а может руки не там где надо. Не ручаюсь, почему так, но факт остается фактом. Графика, ни рыба, ни мясо. Не могу сказать, что плохо, но не могу сказать, что хорошо. Видали и лучше. Бесит ограничение FPS, как было, так и осталось, либо 30, либо 60. Хотя я не думаю, что у многих из вас будет больше кадров при высоких настройках и все равно неприятно. Думаю, намек ясен как день. У меня Core i5 4690, 16 гигабайт оперативки и 4 гиговая 1050 Ti. Играю на средних настройках почти всегда 60 FPS с редкими просадками до 40. Все очень ярко, цвета перенасыщенные, эффектов слишком много, как Super AMOLED у Samsung. О самом геймплее говорить здесь нечего. Постараюсь ответить на вопрос, стоит ли покупать. Выбора нет, к сожалению. Из аркадных гонок, где можно было бы с друзьями или одному покататься на красивых тачках, доступно только две. Полумертвая NFS Payback и The Crew 2. Поиграв в первую, я вам скажу там тухляк. За первую неделю прошел сюжетку, купил все машины, открыл достижения, сейчас даже заходить нет желания. В Crew разработчики исправились. Навалили контента столько, что понадобится минимум сотни часов, чтобы только пройти все гонки, сделать побочки и собрать какой-то автопарк. А прокачка уровня легенды вообще забей. Да, есть баги. Да, все скомкано и можно было лучше. Да, нет отражения в зеркалах заднего вида и ограничено количество кадров. Но я 2-3 раза в неделю захожу на пару часов, чтобы просто убить время. С удовольствием. Поэтому, если вы хотите также скоротать пару вечеров после работы, залипая на красивые машины, то однозначно стоит брать и именно Gold Edition. Выйдет еще 4 крупных обновления, которые вы получите бесплатно. Также обещали добавлять по 2 новых транспорта в месяц и поддерживать проект. Купив кастрированный вариант, вы поиграете до выхода первого крупного патча, а дальше придется либо забыть, либо раскошелиться снова. И из 3 500 стоимость дойдет до 5-6 тысяч. Если вы в поисках какой-то игры, чтобы сидеть там сутками, то проходите мимо, это не ваш вариант. Сам жанр гонок не подходит для тех, кто не любит именно гонки. И как бы, когда стоит вопрос, во что поиграть, это не The Crew 2. Вот такой мой вердикт. Можете ему довериться, а можете нет, это ваше дело. У меня все. Как всегда, крепкого здоровья, отличного настроения. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...